Не из Face Out, а из альбома Дюши Романова, песни с 1921 года, которого он написал в составе группы Триристов. Он участник аквариума, но плюс еще триристов. Меня это, конечно, очень сильно возбути. Вроде я присутствовал при этом, а Дюши Романова как бы андеграунд, а на андеграунд есть святое дело. Я начал сначала злопыхать, что-то там бухтеть, а потом понял, что мы сейчас находимся на том этапе, когда действительно часть истории превращается в музы-легенды и нарратив. И даже то, что я сейчас помню, это не то, что на самом деле возможно было. И разрешите мне попробовать рассказать свой опыт в этом отношении, потому что так получилось, что я наблюдал те процессы, которые происходили в ролевой песне с самого начала, ну, грубо говоря, с 89-го года, с 1900. Потому что именно тогда я пришел, сначала я был туристом и пел такие серьезные песни, типа там «Черный альпинист», «Белый спелеолог» и так далее. Потом я познакомился с авторской песней в более серьезном направлении, где понял, что существуют очень интересные авторы-исполнители, которые очень глубоко пишут. И я начал заучивать огромное количество песен, и они у меня вот так в башке вертелись. И в результате в 1989 году была написана песня «Баллада о сумме рыцарь», но она была написана не одна, и там дополнительно была написана песня еще «Фра-трех воробьев». И мы не написали песню, мы так и не написали, где три головы между собой ссорятся, как раз тоже Павел. Так как я в то время занимался и ролевым фехтованием тоже, то у меня было время, когда я делал доклад, откуда есть пошло игровое фехтование на Руси. Тезисно это хорошо было опубликовано в зелантовском сборнике. Там как бы вся вот эта, все перипетии изложены, откуда вообще взялось отливое фехтование. Я тоже участвовал во всем, в разработке правил, в публикации первых каких-то методичек для ролевиков, которые можно до сих пор найти в интернете и воспользоваться. Так вот, само собой, понятно, что я не мог оказать себе в таком удовольствии прочитать лекцию по поводу «Откуда взялась фехтование». Конечно, надо сначала определить дефиницию. Что же такое ролевая песня? Конечно, мы можем тупо сказать, что ролевая песня – это та песня, которую поют ролевики. Биндо! Это лучшее определение. Да, да! Есть еще одно определение – это та песня, которую ролевики называют в торговой песне. Все. Вариантов нет. Что такое ролевики? Да, в том-то и дело. В том-то и дело. У меня есть огромное количество примеров. Ну, давайте назовем какую-нибудь самую известную, самую вообще базовую. Кукла колдуна. Кукла колдуна или кидорасы. Я не сказал кидорасы, они более популярны. Кидорасы. Ну, вот как бы, давайте самую древнюю назовем ролевую песню, которую мы можем исполнить. Самую-самую древнюю. Слушай, из Аллы книги довольно много. Там «Плач по Белоромиру», вот эта, ели, которые там трясутся. Ну, не знаю, тебе же «Косарин» вообще понравился. Да. Ну, это, понимаете, это 91-92 год. А вот это самое-самое-самое древнюю ролевую песню, которая вот, ну, как бы, «Косарин», это писалось, как авторская песня. Те же самые песни Аллы книги они писали. Которые поют ролевики, опять же. А это вот то, что поют ролевики? А вот как настоящие, самое-самое настоящее. А? А, Алла, да, ты же на детях. Нет, это песня из фильма. Нет, ну, я вообще поюшку на них. Ну, она. Поют. Поют. Давайте, вот, я вот с тем же самым столкнулся, и я начал думать, что же такое, вот, что же перевести в пример, как настоящую ролевую песню, которую все знают, чтобы она была ролевая-ролевая. Море-море радует. Здесь лапы пели, дрожат на ветру. Я поеду в Барадур. Пидорас. Пидорасы, само собой. Море-море-море-море-море. Море-море-море. Море-море-море. Вы правы, да? Те, кто... Вы угадали, действительно, вот это. В среднем земле есть кара самая высокая, в горе торчит кара самая глубокая. Море-море-море, чин-джар-харе-море. Часы-морь-море, часы-морь-морь-морь-морь-морь-морь, подоказан-пель, часы. Если в город Ду залезть, а потом с нее власть, очень много шансов. И уходит с нам из-за власти. Ну и так далее. Существуют даже специальные исследования, где люди считали количество куплетов. И, короче, у куплетов там такое количество, что там можно петь ее бесконечно, и петь, и петь, и петь, и петь. И можно прямо по ходу придумывать. Очень удобный размер. Самое главное, что можно всегда петь море и море. И тут мы вот с вами сразу встретились с таким интересным феноменом, что очень много в ролевой песне переделок. Очень много, огромное количество. И сначала, сначала действительно было огромное количество переделок, и здесь присутствуют некоторые персонажи, товарищи, которые сами их писали и размножали их. И было очень интересно слушать. Ну, понятно, что вот это, по мосту бежит гендальф, а за ним бежит барлот, только зря гендальф бежит, барлот бегает быстрее. То есть, вот, были более качественные образцы песен. Так вот, я задумался, а действительно, вот, это же ролевая песня, это нишевая песня. С одной стороны. С другой стороны, мы сейчас наблюдаем очень интересную ситуацию, когда эта нишевая песня обрела, во-первых, группы, которые поют только ролевую песню. Обрела мюзиклы. То есть, люди ходят на мюзиклы, которые написаны, ну, по ролевым играм, которые, понятно, ролевикам. И, да. Вот, как я сказать, сидят любой мюзикл, он все-таки, как оперный сюжет, имеет либретто, который может понять никому-то, кому-то нет. Так что, либретто есть, все нормально, поэтому они нормально выросли. Скорее всего, у людей, которые не играют мюзиклы, у них нет коннотации, что это по какой-то экрану, то есть, смотрите, на произведение. Ну, вот, посмотрите, вот из очень такого нишевого, очень юзкого, узкой специализации, вдруг, неожиданно, мы получили масс-культуру. Да, то есть, направление в масс-культуру. То есть, это действительно уже жанр. И нас это радует. Нас радует. Ну, ребята, нас радуете. Так вот. Вопросы о политическом. Молодец, да. И... О, вот, это бесконечная песня, да. По произведению, как раз они попадут. Ладно, не важно. Сади кого-нибудь листать, он будет листать это море. Я, когда начал собирать, что же все-таки стало предвечать, откуда растут корни рога и копыта у хвосты, у ролевой песни, я начал просто заниматься перебором, подбором и понял, что, конечно же, вот я, как на своем опыте, я знаю, что это было одно из сначала подразделения авторской песни. Да, и авторской песни, если вы признаете, то, что Высоцкий представитель авторской песни, то понятно, да, то есть предтеча это Высоцкий, например. Да. Ну, плюс ко всему, давайте не забывать кинотеатр, да, мы все поем песни фильма с большим удовольствием, и они попадают в большинство ролевок. Ну, там, я понимаю, что если долго-долго-долго, если долго по дорожке, если долго и так далее, вот. Ну, как придет. Да, но мы же, мы же поем песни Гладкова на стихе Энтина, да, все поем, все поем. Все поем. То есть ролевики используют, или вот это. Представляешь, на штурме Близнецов уколов подходит ко мне, Рус, слушай, надо спеть душеподымающую песню, солдаты не могут, жарище, вот, надо их поднять в бой. Я говорю, ну, легко, и начинаю петь эту песню. Народ там, ой, 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 там уже. Песню, а вы знаете, наверное, не готовы пели. Да, да. Они там и не переставали эту песню. Так вот, вот, вы видите, что кинотеатральная песня, которую вот там мы все знаем, а уж про то, что солнце зайдет, зайдет. Все поют. Я, кстати, добавила к самому, вот, определение ролевой песни, то есть не все, что вот, 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 удачи не гранешься, а тут ситуативно подходит ролевую песню. Конечно, конечно. Более того, существует такое направление, как городской шансон. Городской шансон, это я назвал, потому что есть такое определение, что есть такой жанр. Ну, грубо говоря, это дворовая песня. Да, и дальше я покажу, что же все это такое. Вот. Археологическое. Орел шестого легиона. Орел шестого легиона, мы его споемся вместе. Он и за Андуином за рекой. За Андуином за рекой, отлично. То есть, вот, вы все это знаете. И откуда это взялось, да, знаете. Ну, и понятно, что нельзя забывать про то, что существовало еще целое направление, коммунарская и так далее песня, которая продвигала Ландсберг, там еще целая плеяда авторов. Ну, вы, например, знаете... Орел шестого легиона. Орел шестого легиона. Сидел, вздыхал, курил, вздыхал и думал о подруге. И в кубрике на каждом одинокий капитан Курил вздыхал и думал о подруге С любимым легче море переплыть И вот тут я вижу, глаза увеличиваются И есть морскую зорь, что нам досталось А без любви на свете невозможно было б жить И серым стал бы даже алый парус Дело в том, что ее очень сильно переделали в Артеке и Орленке, убрали куплет про любовь, где курил капитан, и вы же знаете, что история Грина это про любовь, алый паруса, а там про дружбу начали. Ну, потому что какая любовь у старшеклассников? Какой-то здесь только дружба, только там... Пионеры. Да, да, да. Я не упомянул андеграунд. Точнее, я упомянул андеграунд. Да, к андеграунду я, к сожалению, спихнул все, что не влезло во все окружающие. То есть, сюда я рок влез. И дело в том, что те же самые песни Грибельчакова, там, Дюша Романова и Стрелисника, ну, все, что не лезло, да, вот так вот в остальное, я сунул в андеграунд. Ну, потому что для нас в то время, если вы не знаете, Грибельчаков был андеграундом, да, и его все альбомы, они были вот такие подпольные. То есть, звучал Розенбаум, кто угодно там, но не Грибельчаков. То есть, он всплыл, когда, во-первых, появились песни в кино, то есть «Асса» и так далее. ПЕСНЯ 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 Чей так светил с огнью забываемый Звезли, звезли, бубенчик, ой, звезли, Гитара, ой, шута, напевы, А я вам песню пропою, Как шут влюбился в королеву. А я вам песню напою, Как шут влюбился в королеву. В одном из замков короля С его прекрасной королевой Жил шут красивый, молодой, Король любил его напевы. Жил шут прекрасный, молодой, Король любил его напевы. Раз королева говори, Спой шут одну лишь серенаду, И, как затронешь сердце мне, Дам поцелуй тебе в наград. И шут гитару куски взял, И полились его напевы, И в ту же ночь наш шут узнал, Как сладкие губы королевы. И в ту же ночь наш шут узнал, Как нежно тело королевы. Наутро в спальню с палачом Король елился в полном небе, И что-то пряча заплачет, Сказал прекрасной королеве. А я вовсе не любил, Лишь полюбил его напевы, И бросил голову шута, К ногам прекрасной королевы. И бросил голову шута, К ногам прекрасной королевы. А девять месяцев спустя, У королевы сын родился, Он был похожим на шута, Играл и белый веселился. Он был похожим на шута, Играл и белый веселился. В окном из замка короля С его прекрасными садами Стоит могилка у ручья, И вся усыпана цветами. Стоит могилка у ручья, И вся усыпана цветами. Стоит могилка у ручья, Играл и белый веселился. У Чирбакова, представляете, в авторском есть и есть песня. Один мой брат, а я дурак влюбился в королеву. Да, это оно. Более того, В ролевой песне есть аналог. Какой кошмар. Да. Не льем на Капистане, Баларуцей разувстельем, Но он ловко обладел оружием, И дамом служить умел. Он полюбил супругу свирепого Раймонда, Сеньора Русельонского И песня не делал. Ля-Ра-ля-ля-ля-ля! Там 에стья Раймонда, Молода была и прекрасна, И полюбила трубадурам, Всем сердцем она. И приказал Раймонд стереть шину напрасно, Как роза белая цвела в душе весна И тогда Гильона встретил и убил Раймонд ревнивый Ему отрезал голову и вымнул сердце из груди И приказал задавить сердце и подать в столу красиво Много бед уже случилось, но беда еще впереди То, что ели мы из Теремонта, никогда еще не ели люди Это сердце трубатура, Гильона, да Гильона, да Гильона Кресеную голову в зал ввесли на блюде Но графиня пришла в себя и сказала, дрожа как лава Государь, ну и больше кушать, это не я, всего прекрасней Хотел граф в своем оружии Теремонту поразить Но бросилась с балкона, а нас крик ужасный Так сама сумела даму жизнь и семей жить И были скорби, печаль повсюду и дошняли на столе А вот, то есть, таки слуха о Ролинском короле И вы с вами... Ахахахах Ахахах 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 Мы с честью выполним его Нам дал приказ теперь Август, нам дал приказ теперь Август, мы с честью выполним его Под Хранистином Узнольным метом В сирийских шумных городах Предупреждение в Уасебе Предупреждение в Уасебе Засадим трогнусь Дух врага Сожжён в песках Яршулаима Вода и вырона Закалён В честь императора Ирипа В честь императора Ирипа Шестой шагает Легион Пусть я погиб Под Эхероном Пусть кровь моя Досталась сам Орёл шестого легиона Орёл шестого легиона Всё так живётся К небесам Орёл шестого легиона Орёл шестого легиона Всё так живётся К небесам Орёл шестого легиона 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 Ор agrad disappeared Орёл шестого легиона Не превозмочь, не наноси удара из засады, Пусть бурная не разрешится ночь, Дождь лим утром, утром без отрады. Оставь меня, но не в последний миг, День, когда мелкий кед я слабею, Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, Что это горе всех невзгод больнее. Что нет невзгод, а есть одна беда, Твоей любви дышится навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok Мы дошли до, собственно, того всплеска, Который произошел на моей памяти тоже. Дело в том, что в 89-м году большинство песен, Которые вошли в песни о лаконии, Которые были записаны в 91-м году, Они уже были написаны, большинство песен. И мы их пели и на хоббитских игрищах 90-х годах. И в лагере Дошелец, Который проходил по Дуфой, куда съезжался, Новосибирск, Казань, Москва. То есть у нас по Дуфой проходил такой интересный лагерь. Там мы в основном занимались тем, что ставили сюжеты из «Властелин колец», Ну, например, «Смерть парамирова». Эти киносъемки есть в интернете, их можно найти. Они достаточно смешные, такие наивные. Тогда никто не знал, как играть до 90-го года. То есть в 90-м году первые игры появились, И разные школы увидели друг друга, разные люди. Там Московское направление, Уфимское направление театральное, Вот такое чисто постановочное. Новосибирское направление, точнее Красноярское направление. Они тоже играли в свои игры. В результате все это вспыхнуло, загорелось. И невозможно было остановить этот процесс. Был записан альбом под названием «Песня Алой книги». Он до сих пор есть. Его достаточно легко найти. Одну сторону составляли песни у финцев. Это магнитный альбом. Там у него две стороны. И на данной фотографии это как раз Алексей Георгиевич Алекас, который был вдохновителем и одним из тех, кто создавал этот альбом. И который поет часть песен на этом альбоме. Вторую сторону записали Александр Мичурин и Геннадий Валярин. Геннадий Валярин это очень интересный человек из Казани. Он астрофизик. Сейчас он работает в Перу. Вот как раз его фотография на фоне. «Шапочки» это как раз того времени фотография. А вот на фоне «Звездного неба» это он сейчас такой, бородатенький такой. Он очень интересный музыкант, гитарист и звуковик. То есть его очень интересные песни в этом альбоме. Но вы наверняка его слышали. Это уже там Хоббитский Игорьевич 90-го года. Слева это Юра Колобаев или «Раздолбай». То есть он был всегда главой «Раздола», но соответственно его назвали «Раздолбай». А справа Алексей Алекас, он в данном случае Данитур. Я Барамир принес кольцо Данитуру, то есть я спер кольцо у хранителей. И принес его Данитуру. Он говорит «Зачем ты мне принес?» Я говорю «А я что?» Я как бы вот-вот кольцо. Я кольцо принес, дальше твои проблемы. Ну короче это было весело. Это отдельная история, ее надо рассказывать. И давайте я… А, это уже Хоббитский Игорьевич 92-го года. Слева с гитарой стоит Александр Кничурин. Я пою несколько его песен. В частности вы слышали телескопы на концерте «Я спою». Уникальный человек, он мультипликатор. Буфье занимается тем, что рисует мультики. Его мультики на собственные песни. Ну то есть «Паучок», еще там есть мультики. Рядом стоит его жена Елена Юшкова. А еще правее стоит Елена Сорокина. Елена Сорокина вы многие знаете. Она тоже принимала участие в записи альбома «Песни Алой книги». С Сашей Мичуриным мы пытались записать «Песни Алой книги 2». У нас не получилось. Пленка, к сожалению, была отображена очень сильно. Все, что мы записали, было уничтожено. Но одна из этих песен вошла как дописка в мой альбом «Песни Стар Андлей». Если вы слышали песню «Стар Андлей», там есть вот такая песня. Перед дорогой без конца Гребусти лица людей То ли бродяги певца Ставшие долей моей То в ночь переколет восход Днем закат Нету дороги вперед, нету дороги назад Вот такая, но я ее уже не помню. Но на магниты альбоме она есть и для того времени Это как раз артефакт, который нам остался для того, чтобы мы пытались записать песни Алой книги 2. Этот альбом не вышел. Вы видите меня, сидящий слева с гитары. Это я был в ауле на 92-м, на ХИ-92. И заодно мастером по гномам и мастером, точнее комендантом лагеря в Нор. Мы сидим в гостях у казанских гномов. И вот Саша Мичурин сидит через одного от меня человека. Ой, сейчас я как-то вернуться надо. Как раз это тут же фотография, челюсть моя там, понятно да, выпечена. Как раз те же самые Саша Мичурин, я Елена Юшкова и Елена Сорокина. То есть, с моей точки зрения, все-таки процесс, который зародился вот этого всего, он выплеснулся очень ярким таким альбомом песни Алой книги. А так как он очень быстро разошелся, и ролевые игры быстро очень разошлись после 91-го года. В 90-й год уже был такой вспышка. А с появлением песни Алой книги, то люди уже начали ориентироваться. И появилось огромное количество молодых, интересных авторов. Некоторые дожили до нашего времени. А есть в интернете персонаж, который собирает архивные записи и их публикует. Я часть своих дурацких записей отправил ему. Они у него тоже есть. Как его зовут? Он из Питера. По-моему, да, что-то такое. У него публикуются оцифрованные магниты альбомы, которые... Там можно найти древние песни, очень древние песни. Есть библиотека Беловласа. Есть Барден Хейдж, Минстролхол. Я вот как раз собиралась спрашивать, а есть ли какие-то собиратели? Нет, не собирались. Ну да, я тоже помню. Так вот, давайте резюмили. Если вы хотите, мы можем спеть какую-нибудь известную ролевую песню. Но я пою их мало. И так получилось. То есть я специально не учил песни алой книги. Я одну только песню пою. Потому что я знаю, кому она написана. Эта девочка приходила ко мне на концерт в Москве. Давайте я ее спою. На улицах этих, где звон монет, где сотни безумцев глядят на нас, Спой мой глаз и на лес балладу мне. На тебе с коричневым блеском глаз, Ступая в край неведомых широк, В тот лес, что зимой молчалив и пел, Пойлись на тот дом, где она живет. Бубенчик метый, что он свинел, А если внезапно залает пес, И вылежит тот, кто остался с ней, Вложи ему в руки и меч не нож, На вереск зеленых моих полей. Вернувшись ты, словно в тяжелом сне, Увидишь, что здесь не прошло ни дня, С тех пор, как ты, Мэглар, ушел за ней, И станешь седым, не найдя меня. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, собственно, я вам такую ретроспективу показал. Теперь время для вопросов или каких-то дополнений. Небольшой комментарий. Все-таки ролевые игры выросли в значительной степени стендов, И, соответственно, набор песен, Они из тендов, тоже вытащили из младшего шума, Из того, который был тогда совсем-совсем молодежным, Который приходил в выдерживание в детстве. Спорим? Мы пели две песни. Я хочу сказать, что все это, так сказано, Забое полноручное наружную почву, Потому что была готовность и был спрос. Ну, да. Ну, по-первых, ну, естественно, вот это, естественно. А, соответственно, этот скрыт, там был очень вредный спрос. Ну, тут, скорее всего, попали все по этому. Тут, по Гумилеву, на самом деле, все попали на эту прекрасно точку. Так, еще какие-то замечания и предложения, и какие-то вопросы? Ну, вообще, как это, довольно забавно, как вообще, в принципе, обособляется вот эта вот именно музыкальная деятельность в какой-то момент. У нас есть примеры, когда вот оно, скажи, то есть мы говорим о песне в ролевых играх, И иногда происходит инверсия, и у человека приходят новые игры и выходят оттуда, с каким-то вот таким накопленным бэком, И потом из них делают музыкальную карьеру. Я говорю, конечно же, про... Ну, вот если такой пресекающийся множество, то это театр Тампель, Который, вообще-то, и децибилов у них есть, как бы, на общем, показ, Который, как мы уже говорили, что люди, в общем, на самом деле, могут им не знать первоисточники. И заканчивая, например, эпидемией медициной. Вот. Ну, культурная среда, конечно, очень сильно влияет, и на, как бы, сидит мой друг, товарищ Крыс, Который, как бы, уже воспитан, и, как бы, целый пласт затащил с собой музыкальной культуры, да, И его песни стали уже, как бы, жемчужинами, ролевой песней. Вот. То есть, пепел Нью-Касселла орут вообще везде, по-моему, да. А уж, аля Барды — это святое. По-моему, как бы, даже на крупных турнирах, где люди ничего не знают, Но там запускают аля Барды, и народ начинает строиться, и... Ну, по-настоящему видел. Так, ты помнишь, вот, концерт, который был на Волке две недели назад? Там же как раз про это есть прямо та же целая песня. «Страдание ролевого Барда». Я тебя послал в чатик. Да-да-да, я помню. Да. А вот вопрос такой. Ну, да, у нас есть примеры, когда, допустим, какой-то ролевой спонитель, он известен за пределами, как бы, ролевого сообщества. То есть, вот, вот такого примера, как на месте, которая совсем сепарировалась, и, в общем, на самом деле, как-то это самое, то, вот, тот же Крыс, как бы, или, вот, допустим, там Гринкелы, она же, как бы, они известны там за пределами. А есть исполнители, которые, ну, вроде бы, как, 10, 15, 20 лет, они в этом всём крутятся, и, вообще-то, за 10 лет можно сделать, ну, как бы, можно, как это сделать там, студийные записи, какие-то концерты, альбомы, в общем, какая-нибудь музыка липера, но они всё равно остаются нишевыми. Вот как ты думаешь, это нежелание, или просто, вот, нет чего-то, что может зацепить и как-то? Это про меня, да, и спасибо вам за вопрос. Я не против тебя. Я не против тебя. Татьяна Струнина и сапфа мы записывались на студии. Это... погибла запись при переезде студии. У меня был проект, где еще один проект очень интересный, тоже, и запись не сохранилась. Я понял, что лучше буду петь на концертах и на играх, и в конце концов я изначально как бы не воспринимал модель зарабатывать на дисках, но как бы было время, когда большое число авторов-исполнителей именно на этом жили. Вот сейчас, как бы, крыс продает футболки, кстати рекомендую, да, вот мерч, а диски продавать уже бесполезно, потому что, да, сейчас, если ты слил диск, то и он уже, есть хорошие записи. Это продается в спернете, это вот то, что только-только я освоил сейчас, выкладывали на всех музыкальных сервисах, вот это все, авторизация. Да, это отдельная работа очень большая, если ты не готов этим заниматься, а я не готов такими вещами заниматься, ну и огромное количество людей не готовы этим заниматься, потому что, ну как бы, это отдельная деятельность. И поэтому, как бы, люди иногда спрашивают, есть ли в хорошем студийном записи, в студийной записи, есть ли там твои песни, я говорю, ну нет, все на концерте, все живое, пожалуйста. Были? Ну, это записи с концерта, то есть у меня удачно получались только записи с концерта, все студийные мои работы, угроханные деньги, время, ресурсы и прочее, их пожрала, пожрала, хтонь какая-то, и короче, они исчезли, их не существует, бесполезно. Вот со Струниной был отличный проект, остались только записи дурацкого вот с концерта, видео и аудио, а со студий нет. Ну, ты вот песню сочиняешь, ты ее слышишь, как вообще? По-разному. Ты ее сочиняешь, как? Ты ее вот просто под гитару, вот так, как она есть, ты ее и все, у меня просто играет сразу какой-то оркестр в голове, я прям под гитару записываться не могу, мне кажется, очень скучно. Нет, у меня, надо обязательно слушать полифонию, да, я слушаю полифонию песни, я знаю, что сделать для того, чтобы звучало много инструментов, много голосов. Ну, мне просто лень заниматься раскладкой, то есть я всегда ныл, что если бы мне было таких еще три или четыре человека, как я, то мне было даже. Сейчас есть возможность, пожалуйста, то есть на компьютере, на элементарном, на смартфоне, используя элементарный там набор там программок и там даже лупер, да, берешь и записываешь. Ну, я уже перерос это, я думаю, что для меня живое исполнение, все, но огромное количество песен, они, те, которые я написал, они, для них отлично идет сложные раскладки, я слышал, как они должны звучать. Ну, продолжая, отвечая на вопрос, нужно отметить, что у большого количества нишевых авторов очень низкий музыкальный уровень. И тогда, когда возник всплеск вот этот, да, к этому сказали, всплеск, спрос, большая аудитория появилась, на игры ехало с каждым годом все больше, больше, больше людей. В это время выдвинулось очень много, очень много авторов, которые, на самом деле, очень мало чего из себя представляют. Просто они вот, ну, удачно попали, как бы они разговаривали на понятном языке, говорили, они очень монотонны музыкально, они очень видны поэтически. Это балладный язык, то есть это рассказывание историй прозаических, с отсутствием каких-то ярких образов, каких-то метафористов. Примеров, но не будем, потому что... Не будем примеров, да, никаких. Все, ну, так или иначе, сами вспомнили музыкально. Но большинство очень тоскливые вообще. Дело в том, что я еще такую вещь могу вам сказать, такой тезис о том, что, к сожалению, развитие вот этого, именно развитие музыкального направления, оно пришлось на эпоху, когда уже умирала одна парадигма, и один вид звуковой аппаратуры, один вид звукового представления. И, ну, то есть катушечники были, понимаете? И были конденсаторные микрофоны, ну, и как бы студии, и там. Можно было записаться на виниловую пластину, максимум, все. То есть вот эти а-ля кассеты, они не давали такого уровня звучания. Все было откровенным трэшем, да? И вот не вовлечение хорошей музыкальной аппаратуры, отсутствие этой музыкальной аппаратуры, отсутствие возможностей, привело к тому, что огромное количество интересных проектов погибло. Они отсутствуют и в хороших записях. Сейчас, сейчас есть и аппаратура, и, как бы, возможности. Ну, то есть вот смотришь, думаешь, ёж, пин-код, вот мне бы там лет 20 назад лупер, да, что бы я творил? Сейчас я даже его осваивать не буду, потому что это, ну, действительно, это возня, это надо работать, это надо новое какое-то звучание в себе искать для того, чтобы доставать, ну, использовать на максимум лупер. Я уже так пригрелся в своей нише, и мне там хорошо. Все потому, что у тебя есть другая работа. Ну, конечно, да. Да, действительно, я отношусь вот к гитаре как к отдыху, к песне, и как к хобби. Если, если работать, то, да, действительно, без этого никак, либо ты развиваешься, либо ты умираешься. Это закон такой, плятого лица. То есть, либо эволюционируй, либо не ври. Спасибо. Я не с целью как-то ложится. Так, а во сколько у меня концерта? О, через 5 минут. Дайте мне, Татьяну, бежать. Спасибо, друзья. Спасибо. Дальше я устрою. Спасибо. Спасибо.